Всем добрый день или вечер, или час, не знаю, в какое время суток у вас сейчас. У нас сейчас вечер. Хочу вас сегодня познакомить с двумя своими пациентами. Это бронзовый вода и венецианский карнавал. Всё у них на первый взгляд хорошо. Посмотрите, цветут оба, всё замечательно. Венецианский карнавал очень красиво, но он резко начал сбрасывать цветочки. Сейчас мы о Будде поговорим по-быстрому, а потом начнём о карнавале. Смотрите, Будда как цветёт красиво. Бронзовый Будда очень хороший цветун. Он долго цветёт, не сбрасывает свои цветочки. Красивый, посмотрите, такой расцветочка у него. Бронзовый. Все цвета на нём есть. В общем, я хотела вам рассказать. У него всё в порядке. Смотрите, корневая хорошая. Сейчас я его достану. Хочу вам пожаловаться о другом. Капает с него, я хочу подставить. Не капала. Смотрите, корневая у него в хорошем состоянии. Видите, сколько корнюшек. Вон молодые корнюшечки лезут. В разные стороны, как крошками. Классные всё у него. Классно, смотрите. Даже и цветоносик где-то будет. Крепкое растение такое, хороший. Листочек молодой. Вот, видишь, сейчас, 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 подниму. Видите, как красиво. Как крошками эти корни. Кирилл и крылья. Будда. Извините за маникюр. Не сделала. Хочу вам пожаловаться. Я хотела сделать эксперимент. Листочек тоже вот молодой нарос. У него всё в порядке. Хотела сделать эксперимент. Сейчас расскажу. С этим будушкой. Ну, я, конечно, сделала этот эксперимент. Но не совсем он у меня удался. Взяла цитокининовую пасту. И хотела, чтобы он цвёл. Он у меня отцвёл. Ну, так как был покупной. Растение покупное. Оно отцвело. Отцвело, сразу сбросила лист цветочки. Как обычно, знаете, как при покупке. Ждёшь, ждёшь этого цветочка. А он сбросил эти цветочки. И всё. И стоят голые палки. Думаю, ну, что ж мне надо делать. Притащила цитокининовую пасту. Вот, написала на горшочке. Намазала цитокининовой пастой 1 февраля ещё. Видите? Он аж в июне месяце дал бутольчики вот эти два. Но они красивые, конечно. Любоваться можно. Она вообще сказочный будет. Но я намазала какие места? Вот здесь. Вот, видите? Ещё липкая. Вот здесь. В двух местах. Вот здесь и вот здесь. Здесь почки не проснулись. Проснулись на концах цветоносика. И то они начали прорастать дальше. Как веерное цветение. Знаете, как у Леодоры. Обычно почки так отросло до первой живой почки. Говорят, обрезай. Не делайте этого. Ждите дальше. Особенно мультифлорки. Они особенные вообще цветочки. Мультифлорки – это загадочные цветы. В общем, от цитокининовой пасты цветы мои разбудились. Ну, начали в рост. Я выключила свет. Хочу показать вам истинный цвет этого растения. Конечно, всё равно не такой. Цвет не так падает. Но, посмотрите. Сейчас я заметила, после того, как эти цветочки, два цветочка распустились, я заметила, что в этих местах я мазала, тоже пробуждаются почки. Сейчас покажу. Вот, видите? Эта почка вот просыпается. Ближе. Фиксировочка. Не хочет фиксировать. Может, свет включил. О, видите? Ура! Здесь почка проснулась. И вот эта почка. Но оно что-то почернело здесь. Не нравится мне. Надо будет проследить. Вот, видите? Это стыкининовая паста. Липкая вся. И оно почернело в этом месте. Но растение очень хорошо себя чувствует. Оно здоровое. С ним всё отлично. Всё хорошо. С ним ничего делать не нужно. Сейчас покажу, что будем делать с венецианским карнавалом. Мы за ним просто будем наблюдать. Ничего делать не будем. Вот так он у меня в этом горшочке растёт. Я его убираю в сторону. Берём другое растение. Берём мой карнавал венециан. Тоже растение сказочное. Беглипчик. Обалденный беглипчик. Очень красивый. Я ничего не против не скажу. Посмотрите, какая сказочная расцветочка. Обалденный. Каждый цветочек чего-то стоит. Берём сам горшочек. Думаю, ну что ж там такое. Сейчас я, наверное, возьму в руки этот телефон и покажу вам. Смотрите. То я хочу, чтобы он на севе был. Цветок я купила. Вообще, вот этот лист внутренний расти не хотел совершенно. Он был поевшийся трипсами. И он не рос, не рос, сидел, сидел. А потом он вырос. Бугорчатый какой-то. Но это ладно. Оно зажило. И слава Богу. Но бугры на нём есть. Видите? То есть в любой момент может какой-то вирус проснуться. И вот он, мне кажется, уже проснулся. И этот мой венецианский карнавал. Но начал сбрасывать цветы резко. И мне это очень не понравилось. Я решила вместе с вами посмотреть, что там случилось. Видите? Зелтел. Вот это вот. Вам подходит. Сухая шула. Это ладно еще. Решение на ней. Вот этот лист. Видите? Тоже начал желтеть с середины. Не с конца, а в конце он зелёненький, красивый. А вот отсюда с центра. Значит, его надо убрать. Вот в этом месте, смотрите, пошла желтизна. Надо что-то делать. И мы его будем вынимать с этого керамзита. И смотреть, что у него случилось. Потому что если там пошла гниль, один-два дня и растения мы теряем. Оно не выживет. Если вы его так оставите, ничего не будете делать. Итак, девчоночки, усаживаемся поудобней. И начинаем медленно, но верно доставать его растения из этого горшочка. У каждого любителя орхидей такое может случиться. От этого никто не застрахован. Посмотрите, какие корешочки хорошие. Посмотрите. С поднизу пошли расти. Но что получилось, то получилось. Как вот я его сейчас достану, не знаете? Я не знаю. Вот так, смотрите. Высыплю керамзит. Керамзит это милое дело, девочки. Вообще с кастами керамзит. Вот эти чешуйки сейчас все почистим. Видите? Высыпала и все прекрасно видно. Сейчас чистим, посмотрим. Ну, конечно, чешуйка. Был у меня пинцетик, было бы хорошо. А вот он, есть. Есть пинцетик. Очень хорошо. Просто замечательно. Сейчас мы его обчистим. Вот, смотрите. Интересно же посмотреть, что там внутри. Мне интересно. Не знаю, как кому. Мне очень интересно. Я люблю этим заниматься. Я вообще специально покупаю гнилые орхидеи. И люблю их спасать. Сейчас вам покажу, что произошло. Я уже увидела. С этой сумасшедшими орхидеи тоже страдают. Ниже книги могут тоже переносить. Влаги все подогниваем. Чуть меньше влаги засыхаем. Сбрасываем цветочки. А я сегодня себе опять заказала гнилые орхидеи. В интернете. Сидела в тиктоке. Нажимала кнопки. Нажимала. Да, нажималась. Такая какая-то она красивенькая. Ну, в общем, у меня такой не было. Значит, она мне нужна. Значит, она должна попасть ко мне, чтобы я ее спасала. Тоже хорошее дело. Смотрите, девочки. И мальчики. Кто-то меня смотрит. Видите, что случилось? Вот. Чернота. Вся эта чернота и сказывается на этом растении. Видите, чего? О! Сейчас я поверну. Видите? Сейчас я его прочищу и покажу вам. Хотела почистить так, девочки, но не получится. Посмотрите, какой черный стволик. Видите? Нужно вытаскивать из горшка. Сейчас я пошевелю. О! Ой, пошла. Ура! Смотрите, какой корень хороший. Вы знаете, девочки, не то, что архаман и должны растения все быть живучи. Даже у самых заядлых архаманов орхидеи тоже могут выйти из строя. То есть заболеть и все остальное. Потому что, ну, не архаманы же главное. Царь-бог. А сама архидейка, как она себя чувствует. Пациент. Вот это у меня сейчас пациент на столе. Я его вот пытаюсь спасти. А случилось у него, посмотрите, загнивание в середине, видите? Ха! А эти гадость, черное пошло и все. Сейчас я срежу это все. Видите, чем срежут, надо взять секатор, обработать его. Обработать любым спитом или перекисью. Что у вас есть под рукой? Вот у меня перекись есть. Я обработаю перекисью водорода. Вот у меня пшикалка. И беру вот так просто на лезвие. Обрабатываю. И все. И можно не протирать. Теперь. Мне надо срезать вот эту в милую серединку. Толку. Это толстый шволик. Получается под гнил. А, мать знает. Все основание. Такая красивая архидейка. Я буду его срезать. А что делать? Она уже не будет твердым. Ну, живым. Раз оно под гнило, оно уже себя показало. Шейка. Смотрите. Это корни. Боже мой. Смотрите. Мне надо на эту гниль убрать. Видите? Ай-яй-яй. Я еще вовремя заметила. Может, еще удастся спасти эту архидейку. Она очень красивая, этот венецианский корновод. Это когда-то мне сынуля подарил на день рождения. Видите? Весь стволик сгнил. И это в керамзите. А что бы можно было говорить, если бы она в коре росла? Вообще капец. Бедненькая архидеечка. Ну, ничего. Мы поборемся за твое состояние. Кому интересно, оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь на меня. И мы будем спасать вот такие архидейки. Сейчас еще нужно срезать вот этот листик. Вот он даже сюда пошел. Смотрите. Боже, гниль как пошла. Ай-яй-яй-яй-яй. Можно просто потянуть, а можно вот так вот срезать. Смотрите, как я срезаю. Вот так пополам. А, вам не видно. Разрезала. Чтобы длинный лист не мешал мне. Потом вот так по серединке. И в разные стороны оттянуть. В одну сторону. Ведь я гниль. И в другую сторону. И надо теперь добиваться до живого состояния. Пока не будет беленькое состояние. Вот это вот тоже лист убрать надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жалко. Вот под вот этим листом тоже там какая-то чернота вот сидит. Кусочек корешочка пробивался. Надо еще тоже этот лист убирать. Такой хороший, крепкий. Ну надо. Вот он черный, гнилой. убирать так убирать ведь чернота какая гниль пошла это никуда не годится архитейку надо спасать вот эти чешуйки если остаются у вас чешуйки под ними тоже собирается вот вы купили архидейку вы ее когда вынимаете с горшочка обязательно надо просмотреть чтобы не было на зеленом стволике у вас вот этих сухих чешуек у меня вот они оставались и видите что произошло этот красивый корень я должна срезать посмотрите какой он туда гнилой а на конце какой он красивый посмотрите такая сказка лучше с ним делать а не отрежешь а давайте его снимем просто вот это сниму с него чешуйки а корень оставлю тяги вот эти останутся те же мягко это все липкая мокрая все поснимаем а в лучшем случае было бы срезать его не морочить голову вот этот пень надо срезать он уже начал гнить хорошо как досконально до первого живого до вот этого вам срезать зато спасу уберу эти все корни зато я думаю спасу свою орхидею еще надо срезать вот смотрите как я ее угробила позже как мне жалко люди помогите спасите ничего корни нарастут главное чтобы она не зачахла больше резать не буду извините смотрите какая красота осталась корни такие толстые красивые вот этот еще желательно лист снять видите посмотрите вот тут что под низом вот это место мне не очень нравится этот лист уже вроде бы хороший а этот еще смотрите вот чернота если это не сделать ваша орхидея за два дня бы погибла а так может быть я надеюсь что мы дадим ей шанс еще порасти и пожить так девочки я ее срезала сейчас обработаю перекисью все больше мы ничего делать не будем мучить и не будем сегодня смотрите все убрали цветонос был убрать конечно пусть растет боже сколько корней убрала сердце давит давайте ее обработаем перекисью водорода и оставим на ночь а завтра я сниму видео что я буду с ней делать дальше оставайтесь на моем канале подпишитесь на меня напишите комментарии может советы какие то что мы с ней будем делать и не зеленые корешочки и воду можно не ставить пускай она немножко так постоит отойдет слегка может быть удастся ее спасти вот этот лист смотрите какой поеженый ой 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 вот это трипс работает а это я купила такую с трипсом но уже нету тут трипса но все равно видите какой-то страшный все девочки вот так оставим бочки и ничем не делать не допускай она стоит и вот меня утро смотрите сколько корней а вот чернота какая это все выбросим керамзит можно не выбрасывать его можно промыть несколько раз затем обработать кипятком и он будет обратно смотрите какая корневая и никогда не думала что это орхидейки может быть такое ужасное произошло ведь и гниль но от этого никто не застрахован это орхидеи видите какой корень хорошая но хорошая да ну толку один ой давайте выбросим и не будем жалеть забудем за нее венецианский карнавал он нам еще под цветет покажет свое красивое цветение крепкое растение его все будет хорошо это же безлипчик красавчик так ждем продолжение видео еще раз повторяю подписываемся и следим за состоянием моих орхидей всем удачи всем пока